Увидели жизнь три документа, имеющие стратегическое значение для развития Анапы. В первую очередь депутаты утвердили нормативы градостроительного проектирования города-курорта. Они определяют правила строительства объектов разных категорий и различного функционального назначения, а также правила реконструкции и реорганизации территории. Также единогласно депутаты проголосовали за утверждение программ комплексного развития транспортной и социальной инфраструктуры Анапы на 2017-2030 годы. Это фундамент, который теперь позволит работать над улучшениями в обеих сферах. Глава курорта поблагодарил местных депутатов за активную работу на заседаниях комитетов, а к их коллеге из Заксобрания края Юрий Поляков обратился с просьбой вникать и оказывать муниципалитету помощь в решении глобальных проблем, например, в вопросах энергии и газоснабжения, где без краевой поддержки не обойтись. У меня тоже вопросы, чтобы вы оказали нам помощь и вникли, где мы должны находиться, или в руках НЕСКО, или в руках Кубанинерго. Сколько за 10 лет, я хотел бы знать, они вложили там денег, сколько там Атрансгаз там наш вкладывает. Почему цены на подключение газа в Анапском районе дороже, чем в Темрюке, в Крымске и Новороссийске. То есть масса вопросов, но на местном уровне нам не всегда удается, а вы, пожалуйста, нам тоже окажите помощь в этом плане. Юлия Пархоменко заверила, что будет вносить полезные для Анапы законодательные инициативы. Ольга Родина, Роксана Бакуменко, Александр Кореневский. Анапа. Регион.